Один из своих концертов они посвятили традиционному славянскому празднику – окончанию жатвы, после которого на Руси начиналась пора свадеб. Жителям Федосеевки артисты показали обряд сватовства, застольные посиделки и народные гуляния с молодоженами. Традиции позволяют сплотить людей, позволяют уважать взрослых, ценить их труд, учиться у них. Я не представляю, как можно жить без традиций. Они должны чтиться нашими детьми, они должны изучаться ими, ну и в дальнейшем передаваться своим деткам. Федосеевка – относительно молодое село. Своего фольклора не имеет, поэтому в программе традиционные русские народные песни и обычаи. Не подумайте, пока дайте, обогни, а в моем городе счастье. Я с тобой лею, а в пылью ле-леле, а в моем городе счастье. Благодаря победе в грантовом конкурсе «Металлоинвеста. Сделаем вместе» у юных артистов появились различные музыкальные инструменты. Балалайка, береста, жалейка, набор свистулек и укулеле. Именно так называется маленькая четырехструнная гавайская гитара. По признанию Насте Кузьминой, ей понадобилось буквально 3-4 дня, чтобы освоить этот инструмент. Полюбила его за особенное звучание. Оно больше похоже на звучание гитары с флейтой. И такой красивый, нежный звук получается. А продемонстрируй его. Тут как на балалайке. Просто надо еще зажимать четвертую струну и все. Ну а сложно было на нем научиться играть? Нет, очень легко. Следующее мероприятие в рамках проекта «Глоток из родника традиций» состоится 23 сентября, когда в Федосеевке будут отмечать осенины. А 14 октября жители соберутся на престольном празднике села, покровев Пресвятой Богородице. Продолжение следует...